Добро пожаловать на серию передач «Чудеса исцеления». Мы сегодня с пастором Сергеем продолжаем говорить о божественном исцелении. И пастор Сергей, он из города Саратов и основатель движения исцеления священники Господа. И пастор Сергей, мы продолжаем говорить об исцелении, о божественной вере и о том, какие есть проблемы на пути. Какие есть вопросы, которые появляются у людей, когда они начинают молиться за исцеление. И я слышал такие вопросы, которые задают, допустим, когда я молюсь за исцеление человека. Вот что важно? Вот важно ли ему верить? Вот если он верит, значит он будет исцелен. Если я помолился и верил, я могу сказать, что вот если ты не исцелился, значит это твоя проблема, у тебя там с верой проблема. Или это не имеет значения, когда мы служим в исцелении? Какой вот у вас опыт? Какое у вас мнение? Я думаю, что хорошо, когда у человека есть вера. Это помогает. И порой иногда даже тебе не нужно верить. И я вот видел такие свидетельства, когда ты не верил, но он верил. Но все-таки, когда мы сталкиваемся вот с такими больными, допустим, там какие-то вот серьезные проблемы, какие-то, знаешь, острые, связанные с смертью, то человек обычно, он вот в таком состоянии, ну я бы не сказал, что он, знаешь, вот в тонусе сейчас находится, что это обычно страх, это обычно какая-то подавленность. И если это верующий человек, рожденный свыше, вот люди спрашивают, ну ты веришь? Они по умолчанию говорят, ну да, я верю в исцеление. Ну потому что он 20 лет верующий, он много раз, может быть, уже исцелялся, он в Библии это видел. Он, по сути, говорит, я знаю, да? Он говорит, я верю. Но а на самом деле? А на самом деле он сейчас в таком состоянии, что он как бы, да, Господи, верую, помоги моему, не верю. Но он как бы вот в состоянии как бы знания того, что да, я знаю, я это уже видел, я, может быть, это переживал. Но сегодня настолько больно, настолько остро вообще, что ты можешь, я не знаю, сколько тебе нужно времени, для того, чтобы его привести вот к этому состоянию веры. И я видел служения такие, когда служитель, вот, допустим, служение исцеления идет, и там пришли больные люди, и там проповедник качает для того, чтобы вот взгревать веру людей. И потом по каким-то вот он видит, что вот сейчас пора исцелять, он двигается. А какие-то служители говорят то, что мы ориентированы вот на то, что мне уже дано, и я двигаюсь в этом мне, опираясь на то, что вот достаточно, то есть как бы сгорчичное зерно для того, чтобы вот здесь вот исцелить всех. И мне не нужно вот ориентироваться на веру других людей, больных людей, и как бы вот разные точки зрения. Но хорошо, когда ты видишь в глазах веру, и, конечно, это хорошо. Как и женщина, которая страдала кровотечением. Но это вообще... У нее была вера. Идеально. Иисус даже не знал, что он вообще, он даже за нее не молился. Да. Вот представляешь, когда мы придем вот в церквях к такому состоянию, когда ты просто такой зашел в церковь, и там люди в таком вот, в такой жажде, да, вот в такой вере. Аминь, аминь. Я на самом деле вот, ну, очень сильно верю в то, что и Дух Святой мне вот как бы вот такой дал дерзновение верить, то, что мы настолько наполнены Божьим присутствием, что мы будем приходить в разные помещения и как-то взаимодействовать с людьми, не молясь об их исцелении, они будут исцеляться. Они будут приходить в наш дом и будут из-за того, что вот мы ходим вот в этой реальности. Я это однажды пережил, когда человек пришел домой, и он говорит, «Слушай, а что у меня с позвоночником?» Хотя я с ним не говорил об исцелении, я не молился, он даже не знал, что я вообще в этом вопросе как-то, ну, двигаюсь. И он получил исцеление. И, конечно, вот вы говорите о том, что атмосфера должна быть, да, вот, когда есть атмосфера в церквях, вот такая, когда люди ожидают, они как губка, которая вот впитывают, верят. Церковь настроена, церковь настроена, церковь уже находится вот в этом состоянии, но нужно проводить вот эту работу, это вот, знаешь, вот так вот оно не получается. Нужно привести церковь вот к этому единодушию, вот к этому состоянию. Я вижу сегодня поместную церковь, вот, это как Иисус 2000 лет назад, потому что церковь, она является семьей, она является организмом. Не может рука сказать, вот, что я важнее, там, глазу или еще что-то. Ну, то есть мы один организм. И вот когда мы приходим в полный возраст, вот тогда, когда мы приходим в это единство, это тогда, это, ну, наверное, состояние славы. Помнишь, когда там Соломон построил храм, и каждый предмет, все было приготовлено, помазано, освящено, разложено на место, и все занимало свое место, написано Шекина, слава Божия, что священники, они не могли стоять вот в его присутствии. Я вот, мы, мы просто, ну, я уверен, если говорит Писание об этом, мы можем просить это у Бога, мы можем стремиться вот к этим вещам. Я верю, что церковь, если вот мы идем сегодня в города, мы там проповедуем о пробуждении в России, но все начинается с церкви, и вот это состояние, оно должно преобладать в теле Христа, что и происходит сейчас. Поэтому вот такие передачи, вот о чем мы говорим, это происходит повсюду, и слава Богу, что это происходит сейчас. Пастор Сергей, а вот когда мы служим людям и вот сталкиваемся с людьми, которые вот, ну, на самом деле, очень сильно наполнены скепсисом, то есть мы подходим к ним, мы вроде хотим передать им исцеление, вот здесь как вот, получается, иногда люди настолько вот, они больны, и они настолько сильно наполнены скепсисом, что как будто бы они не хотят, что ли, вот получить исцеление, или как, почему вот они? Вы сталкивались с таким моментом? Ну, я не знаю, почему они не хотят, но вообще я сталкивался, я, допустим, я молился, мы приехали в один дом, мы, одна сестра в церкви подходит ко мне и разговаривает, и просит помолиться за маму, и мама тяжело больная, у нее серьезные проблемы с печенью, и, но живет за городом, это было зимой, и вот мы садимся в эту машину, я сажусь в свою машину, еду, пробки, через два часа мы только приехали, кругом снег, мы заходим, и она, знаешь, таким тоном, типа, что мы приперлись вообще, оказывается, она не была в курсе, оказывается, она неверующая, я не спросил, эта сестра, ее дочь мне не сказала, и я, знаешь, у меня такая злость вообще, я говорю, слушай, я приехал сюда, и пока я не возложу рук, я не уеду, вот, а она прямо в таком состоянии, что, ну, она не хотела принимать, но вот, ну, ну, я два часа перся, и я, мы просто возложили руки, вот, значит, чуть ли вот, ну, как бы вот, через не хочу, как-то вот так вот, было, через ее не хочу, да, через ее не хочу, и через то, что, а я вообще, ну, не был настроен, я просто вот был в этом таком, ну, огорчении, то, что долго ехали, там, мы, я потратил время, а мне еще здесь посылают, ну, как бы, что такое, вот, и чудо, она была исцелена, и это было прям реальное свидетельство, вот, я знаю точно, что божественную силу не может остановить никто и ничто, сила Божия, она не останавливается, это мы придумали, это мы, вот, знаешь, когда приходит там больной человек, классика, это вообще, я это видел сто раз, сам так делал, приходит больной человек, и вот ты начинаешь выяснять отношения, а какие у тебя проблемы, а там, кого ты там сейчас из бабушек не простил, там, и, слушай, и вот это надо все выяснить, понимаешь, потом надо вот это вот выяснить, там, верит он или не верит, понимаешь, когда ты все это повыяснял, он там покаялся сто раз перед тобою, тогда ты, знаешь, вот это классика, вообще, ты говоришь, хорошо, возложу руки на тебя, посмотрим, что сделает Господь, ну, вот, знаешь, вот максимально все сделал для того, чтобы вот просто переложить на него, вот, понимаешь, ответственность, на все его там грехи, на все его верит он, не верит там, и вот сделать вот так вот, но я не думаю, что это правильно, послушай, он пришел к тебе, ну, если он пришел к тебе, ну, делай эти вещи, ну, возьми ответственность, то есть, как бы, ну, не можешь ты вот списать это все. Пастор Сергеевич, ну, вот мы смотрим на служение Иисуса, конечно, мы видим, что он не разбирается там с проблемами, с грехами, он исцеляет, раздает это очень щедро, но при этом он сталкивается с неверием тоже, он сталкивается с неверием, с атмосферой вот скепсиса. Да, сталкивается, конечно. И там написано вот в Евангелии то, что он немногих только мог исцелить из-за их неверия. Тем не менее, там написано, на кого он возложил руки, они получили это исцеление. Если вообще изучать внимательно вот эти местописания, которые все время приводят, знаешь, вот когда мы говорим о вере, или когда мы говорим о том, что хотел он исцелять или нет, это вообще фишка. Несколько местописания, а вот этот болел, там кому-то там желудок надо было исцелять, а там жало вплоть, там у него там глаза там болели, или вот эти все местописания. Ты знаешь, что на все я это говорю? Во-первых, по каждому местописанию, да, нам нужно тогда потратить, то есть несколько передач, чтобы по самому писанию доказать, что Бог хотел в любом случае. Потому что сам контекст Нового Завета, он в самом желании Бога, то есть он любит, и он отдал своего сына. Вот это главный контекст. Само писание, оно как бы сам Бог, он открывается нам, как любовь, как целитель, он любит. И Яков, первая глава, говорит о том, что он не искушает нас проклятиями. Да, наказывай, да, мы должны ездить. Ну вот просто представь, ты вызываешь своего ребенка, и просто, ну вот, ты хочешь наказать через реальное проклятие. Ну, на тебе, сынок, вот, ну, туберкулез какой-нибудь открытой формы. Ну вот, понимаешь? Ну это так достаточно. Вот если мы понимаем действительно суть вот его крови, вот его сердца еще. Да, всего вот, вот всех этих вещей, ну разве можно воспринимать как-то, ну, получается? И если уж брать конкретные места, ну давайте, ну давайте их возьмем, давайте посмотрим. А если даже, когда вот говорить о его, где он говорит, нет пророка в своем Отечестве, прежде всего, я так думаю, изучая вот эти места, когда он пришел в свой вот этот населенный пункт, но его не восприняли в плане того, что просто люди не вышли, потому что, ну кто пришел? Ну мы знаем его, вот он бегал здесь, то есть как бы, ну, а те немногие, и которые вышли, они получили это исцеление. И вопрос не в том, что они были исцелены там или не исцелены, а вопрос, что они вообще не приняли его, как сына Божьего, как пророка. Они просто его воспринимали как человека, который здесь вырос, сын плотника, то есть как бы, ну, такие вещи. Да, слава Богу, когда мы идем, мы не спрашиваем человека. Конечно, если он верит, хорошо, если не верит, просто не верит. В конце концов, да, в конце концов, это выбор человека по том, что он будет с этим делать. Вот когда он, Иисус, исцелял вот эти толпы людей, эти тысячи людей, да, он же, ну, не знал, кто на следующий день там пойдет вот куда-либо, там пойдет он в публичный дом, или как он будет распоряжаться вообще вот этими вещами, которые он получил. Но тем не менее, он нес вот это озарение, вот этот свет, потому что где тьма, куда приходит свет, там все освещается. Но потом это выбор, это ответственность, и мы призваны, мы призваны не судить, не разбираться, не... Иисус пришел, он говорит это в Новом Завете, я пришел не судить, я пришел спасать. Я пришел спасать, я пришел принести царство. Вот его, вот его идея, вот его сердце, вот его, вот его характер. Это и есть божественное исцеление. Вот если вообще вот сказать, вот все отбросить и сказать, что такое вот, что такое божественное исцеление, это его любовь. Аминь. Это его любовь. Да, да. Это он сам. И нет вопроса, хочет Бог исцелять или не хочет. Иисус однажды сказал, очень однозначно, когда к нему пришли, пришел прокаженный, если хочешь очисти, Иисус говорит, я хочу. Он не думает, он не там... А если вот там ты простишь, то я хочу. Да. Он просто говорит, я хочу. Да. Он всегда хочет исцелять. Да, да. И тем не менее, знаешь, вот это не значит то, что сейчас нас могут услышать. О, ребята, ну а как же вот тогда непрощение и все дела? Вот, конечно же, ну это неправильно, и с этим нужно что-то делать. Но поймите правильно, что Бог и устроил, и хочет поместить человека в свое тело, в церковь, где мы там, возрастая, мы становимся учениками Иисуса Христа. Исцеление – это не для того, чтобы разобраться вот, ну, с твоими грехами, а это спасти, физическую жизнь, потому что, ну, люди умирают, дети умирают, женщины. Ну, просто сердце обливается, когда ты видишь, и вот, знаешь, начинаешь вот эти вот, ну, какая-то полемика. Ну, прикоснись, прикоснись. То есть сделай так, чтобы она не болела, а потом все остальное. Потом позови в церковь, и пускай с ней разбираются. Ну, есть год обучения. Само тело устроено таким образом, чтобы мы разобрались там со своими непрощениями, твердынями. Человек, когда ты исцеляешь, ты не делаешь из него ученика Иисуса Христа. Ты просто физически его исцеляешь. Ты просто спасаешь его физически, потому что он может умереть. А все остальное – это в теле Христа. Там происходит все главное, понимаешь? В церкви. Конечно. Ну, прилепи его. То есть, расскажи ему о Христе. Евангелие, оно касается всего человека. Оно касается души, тела, духа. Оно приходит и спасает нас от болезни. Не только от грехов, но и от болезней. Потому что Евангелие, оно вот всего человека захватывает. Бога интересует все в человеке, не только его душа. Что он там простил, он не простил. Бог хочет прощать наши грехи и спасать нас от грехов. Он хочет спасти нас от вечной смерти. Но он также пришел, чтобы спасти наше тело от болезни, от физической смерти, дать нам полноту жизни, полноту дней на этой земле. Чтобы мы исполнили его призвание. Да, найди хоть одного больного человека, который может полноценно служить Богу. Ну, тогда, когда боль. Тогда, когда, знаешь, какая-то специальная диета. Тогда, когда ты не можешь поехать туда или сюда. Тогда, когда у тебя аппарат какой-нибудь прилеплен. Ну, то есть, как ты можешь реально ходить в своем призвании? Ну, это трудно. Это трудно. Мы можем ходить в божественном здоровье, исцелении. И это для тела. Это важно. Ходить в божественном здоровье. Это знамение, чудеса, исцеление. Я верю, что это для мира. Когда Моисей, он должен был вывести народ. Исход, по-моему, 4 глава. Когда вот Бог озарил его и говорит, иди и выведи. Ты представляешь, вот это, ну, Моисей, вот я просто вот встань на его место. Представляешь, мало того, что ты столько лет убежал оттуда. То есть, как бы тебе надо сейчас. То есть, тебя про тебя никто не слышал и духу не имел. И ты там 40 лет в пустыне просидел. Тебе нужно вернуться и вывести целый народ. И что ему, с чего все началось. А как они меня послушают? Как они мне поверят? И что Бог? Он говорит, вот сделаешь так. Явишь чудеса, чтобы они поверили тебе. Чтобы они пошли за тобой. Это для мира. Знамение для мира. А мы ходим здесь. В присутствии Иисуса Христа. Мы не просто выстраиваем какие-то команды, знаешь, какие-то специальные служения. А мы как один. Как один несем Евангелие. Ходя вот в этом божественном здоровье. Я думаю, что это правильно. И есть смысл к этому стремиться. Стремиться. Аминь. Друзья мои, Господь нас призывает идти по всему миру и нести божественное исцеление. Давайте будем ответом для этого мира, для своих городов, для своих населенных пунктов, для своих жилых комплексов, где бы мы ни находились, быть ответом в вопросе божественного исцеления. Будьте благословенны. Смотрите нас еще. Я бы хотела засвидетельствовать о чуде, которое Господь сотворил в моей жизни. Недавно я заболела очень сильно ангиной. У меня была высокая температура, под 40, и она не сбивалась никакими лекарствами. Я пошла в больницу, и доктор сказал, что это не просто гнойная ангина, а некроидная ангина, и температура будет держаться такая высокая дня 4. Но братья и сестры молились за меня, и буквально второй день температура пришла в норму. Но воспаление, отек, лимфатический узел был очень сильно еще воспалены, и я без боли не могла даже проглотить глоточка воды. Но в воскресенье братья и сестры с Еленем Помазани молились за меня, и когда я вернулась домой, я обратила внимание, что я могу уже наклонять голову, что у меня нет уже здесь вот этого воспаления лимфатического узла, и также боли при глотании, при еде, просто Господь убрал все это воспаление, весь этот отек. И если в вашей жизни есть какие-то болезни, какие-то нужды, обязательно звоните в колл-центр и телеканал ТБН, за вас будут молиться, и верьте, что Господь сотворит чудо для вас. Субтитры создавал DimaTorzok